А у вас крокодила не найдется? Далеко не каждого пермика таким вопросом поставишь в тупик. В условиях иногда суровых уральских морозов, когда ехать надо, а машина не заводится, пусковыми проводами или крокодилами пользуются часто многие пермские автолюбители. На термометре всего-то чуть ниже минус 20, но дела не ждут. Добраться до машины полбеды, теперь нужно ее завести. И вот незадача. Вместо ровного звука работающего двигателя, нечто напоминающее кашель простуженного. Теперь главное все сделать правильно, подсказывает Андрей Клепцов. Он помогает автомобилистам завести авто даже в самые лютые морозы. При минусовой температуре, при сильной, нужно дать аккумулятору прогнаться. Каким образом? Пришли в машину, включили зажигание и не заводите ее. Включайте фары. Фары включили ближний свет, минутку подождали. Все, аккумулятор прогнался. Значит, выключили, соответственно, фары выключили зажигание, пытаетесь завести машину. В морозы количество вызовов, рассказывает Андрей, зашкаливает. Каждый день он заводит не меньше 8-9 агрегатов. В лидерах владельцы иномарок, часто премиум класса. Не потому, что менее пригодны к эксплуатации в наших суровых условиях. Просто владельцы отечественных авто чаще готовы изучать внутренности железного коня самостоятельно. Для того, чтобы завести автобус проблем при любой погоде, подсказывает специалист, достаточно прогреть машину ночью раз-два. Это путь наименьших издержек, как и предсезонная подготовка автомобиля. Масло с индексом 0В или 5В нужно менять каждые 10 тысяч километров. Через каждые 20 тысяч рекомендуется менять свечи. Если причина того, что автомобиль не заводится в данном перечне, не значится, а прикуривание, буксировка и замена свечей не помогают, боюсь, без транспортировки автомобиля в теплый бокс справиться вряд ли удастся. Если уж вы завели машину, и вам сильно повезло в минус 30, грубо говоря, ее не надо глушить как минимум час. Потому как может образоваться конденсат, иния и так далее. Вот люди, как у меня, очень много случаев было. Машину завел кое-как, обрадовался, все, убрал снег с нее, сел, поехал на работу. Проехал две остановки, машину оставил. Все. Вечером там, через 4 часа, грубо даже, вернулся обратно домой ехать, а она не заводится, ее не завести. Потому что там куча воды, которая образовалась вот при перепаде сильной температуры. Если машина с механической коробкой передач, то лучше заводить ее с выжатым сцеплением. В этом случае проворачивается только коленвал двигателя, а шестерни коробки передач остаются на месте, что снижает нагрузку на стартер. Специалисты, впрочем, подчеркивают, без особенной надобности проводить подобные манипуляции нежелательно. Износ деталей в мороз только увеличивается. И удачи вам на дорогах. Станислав Уланов, Андрей Славьев, Владислав Рашидов. Телекомпания Ветта.